приветствую вас дорогие зрители у микрофона григорий я приглашаю вас поиграть вместе со мной в игру project zomboid это такой сурвайвал в зомби апокалипсисе ну как всегда мы любим да но в отличие от большинства современных игр он представляет себя такое псевдо 3d то есть сделаны в изометрии и позволяет нам управлять персонажем со стороны и тоже мы тут можем с вами сделать сделать мы здесь можем многое в этой игре мы можем крафтить можем убивать зомби и поэтому давайте попробуем кстати на мультиплеерный но мы попробуем играть пока соло и что здесь у нас смотрите новая игра сценарий туториал можно пройти но туториал я не буду проходить потому что примерно там кое-что знаю о ней наверное мы выберем какой-то сценарий давайте первый возьмем не шинал инфекция то есть это появление как бы этой инфекции так starting condition давайте норма возьмем потому что и здесь слишком легко да а нормал то есть нормальный уровень сложности для нас самое оно значит начало у нас 9 июля все сейчас на данный момент у меня 1 июля но это да почти сейчас 93 года так маленькие орды в общем маленькие орды достаточно здесь и инфицированные редко инфицированные зомби с пониженным чувством и ограниченной миграцией ну ладно и без разницы мы начнем а там видно будет может быть потом следующий сезон будет так давайте назовем сначала как это будет называться наша игра я назову ее своим ником подчеркивание 0 0 1 допустим а назову с 0 с 1 пусть будет это значит сезон 1 и нам предлагают на выбор несколько локаций всего здесь две значит вот молдро кентукки я так понимаю и west point где лучше начать самое интересное что две локации но они соединены между собой то есть мы можем пройти из одной в другую поэтому откуда нам начать допустим давайте с 1 начнем это достаточно большой город и посмотрим что нас из этого выйдет так теперь нам нужно создать персонажа для этого я выбираю мужчину можно женщину выбрать мужчину джонатан грин знаете мне нравится это вполне название ой свой название имя его поэтому я наверное оставлю это выберу да вот бороду чтобы не было борода мне нравится цвет свитера эти жилеты выберем не надо да и свитера ладно штаны дадут можно ботинки чистая это волосы на груди не надо так ладно цвет кожи ну допустим вот такой а этот цвет волос хотя потемнее волосы сделаем на цвет кожи у нас светлый ну далее нажмем а а теперь нам нужно выбрать специализацию персонажа и его перки фактически я не буду сейчас даваться в подробности здесь много всего интересного я обычно беру так вот или констракшен вока да или карпентер наверно да но наверное я все-таки возьму вот это вот строителя у него как-то очень базовый набор очень неплохо сбалансирован а подождите а у него минус 2 получается здесь плюс 2 то давайте плотника выберем карпентер все-таки плотник так фитнес да нам предлагают еще два взять дополнительных каких-то навыка ну давайте я вот возьму за два быстрые чтения мне это нравится потому что есть там книжки которые повышают навык в игре и я думаю это будет большим плюсом что ж но это все наверно и я стартую да нам сообщают вот этих заголовках неприятные новости о том что это конец мира и нет надежды на выживание это о том как вы умрете да очень так пафосно это звучит но посмотрим насколько нас хватит потому что игра достаточно непростая хотя немного возможностей так нажмите для старта давайте нажмем отлично значит мы появляемся вот в каком-то доме видимо где мы жили изначально тут у нас справа туториал помощь так что нас пишут управляя собой не бегай потому что типа выдавшиеся я так понимаю он легкая жертва она не будем в это вдаваться начнем сразу играть благо я немножко в ней разбираюсь первым делом я вот это вот окно лута закрепляю чтобы она всегда мне показывала что у меня рядом находится здесь рядом окно инвентаря у нас интересно что у нас есть собой оказывается уже и чипсы и и есть бутылка воды так да да давайте ка это положим в рюкзачок потому что в руках это все носить не очень удобно так ждите а что у меня два рюкзака что ли так там а понятно начнем я два рюкзака с собой я так понимаю один рюкзак так ну что ты будешь странно почему два рюкзака то так давайте ка я возьму его в руку чтобы смотреть что внутри так это один это второй да ездил вот что друзья я ложу пока из одного в другой вещи потому что но неудобно что у меня рюкзак один в руке будет что я сделаю дальше так коми освещаем это вот этот рюкзак я наверно сниму его скинул так а вот это меня правильно надет так наверно правильно я так понимаю на спине наверно ну и давайте для начала посмотрим где же мы все таки оказались так вот тут у нас есть выход 1 в этом доме что вот в этой почему она скрывается то не пойму вот смотрите медицинский набор в аптечке я забираю отсюда вот эту вот простыню простыню она мне пригодится для занавешивания окон кстати давайте посмотрим где они у нас ближайшие первым делом друзья здесь есть шторы первым делом закрываем шторы почему закрываем шторы потому что они предотвращают обнаружение нас снаружи так где там моя вот эта вот простыня была кстати сейчас я выложу вот эти вот этот рюкзак второй потому что мне не нужен пока потом я разберусь с ним так простынями в руках так значит должно быть возможность добавить простыню вот я ее добавил и закрывая ее теперь я не вижу ничего через окно как вы могли заметить и соответственно меня они тоже не видят через окно внутри кстати здесь можно включать включить свет пока он есть потому что через некоторое время его отключит интересно что у нас в кладовки оказались неплохие неплохой набор всяких инструментов так радио у нас есть между прочим если мы возьмем радио попробуем его давайте его переставим куда-нибудь сюда вот например на эту полочку потому что чё на кладовке лежит так а для него надо батарейки я так понимаю ой значок появился справа нам сообщают о том что нам жарко поэтому нам нужно срочно снять свитер так она кьюб просто снимем да я немножко остынем ну что ж так здесь вроде понятно что он неплохой дом у нас так защитили вроде окна от обзора далее что мы сделаем кстати телевизор есть девайс опшен так да смотрите можно включить телевизор включим может включить канал а я выключил оборот вот теперь включил до канал допустим этот вот ну что там ничего не показывает обычно там какие то сообщения идут поэтому его выключим так что у нас здесь здесь у нас книжечки смотрите например готовка для начинающих а также есть фермерство для начинающих ну ладно сейчас мне главное нужно понять какое у меня значит что у меня с припасами а тут куча книг всяких лежит закроем меню телевизора и обследуем наши запасы запасы так вот очень ценная вещь тарелка так пока нам надо решить что с едой еды у нас в принципе прилично я смотрю потому что а у нас есть еще свет так я вот соберу воду наверное пока еду в холодильник буду собирать кстати да у меня две биты есть давайте одну а да возьмем в обе руки да распаковали ее из рюкзака соответственно вторую я наверно пока скину сюда в шкафчик так и продолжаем значит собирать вот это все контейнеры ой что то я не то взял так мне это не надо собираем пока все контейнеры вот например видите две две кастрюли две кастрюли это очень важно объясню почему так интересно это тоже нам надо потому что с самого начала как только мы начинаем с вами играть в эту игру нам необходимо сделать запасы воды пока ее не отключили тем более это начало эпидемии и мы еще снабжаемся электричеством мы снабжаемся водой поэтому мы должны сделать в любом случае запасы этой воды на будущее иначе когда его включат не имея хотя бы временных запасов нам будет очень нехорошо соответственно поэтому я собираю все контейнеры способны содержать воду да вот так кстати у нас здесь приличное количество еды я смотрю потому что последние разы когда я играл в эту игру не так уж тут было и много всего и надо сказать что действительно много запасов запасов так значит мне показывает что у меня перегруз кстати кстати перегруз так что это такое у нас морозильник что ли да у нас еще морозилка есть оказывается раньше не было это морозилки я так понимаю замороженные продукты там не лежали так давайте-ка свининку туда тоже переложим я думаю потому что в морозилку потому что что она тут лежит так стейк да вот я все таки отсюда уберу наверно так это тоже туда этот семга или кто он там лосось тоже туда положим пока и давайте вот что сделаем смотрите я люблю организовывать хранение таким образом что собираю воду например ну холодильнике еду собираю а воду и рядом с холодильником соответственно мне нужно освободить вот одно пространство для воды рядом с холодильником сюда я перекладываю всю тару содержащую воду поэтому здесь у меня не будет ничего кроме именно воды видите вот эти все бутылки которые я там собрал с других шкафов я сейчас складываю обратно в этот вот дальше что мы делаем а дальше нам нужно как я говорил запастись побольше водой и соответственно для этого мне нужно наполнить всю тару подходим например ну вот к мойке кстати между прочим я еще нашел вот пару тарелок тоже их прихвачу странно почему я этот шкаф не видел что-то я пропустил но неважно вроде сейчас все в порядке в любом случае я подхожу к раковине и начинаю наполнять водой все подряд потом уже друзья мы сможем построить водосборник из дождя и т.д. и т.п. но пока у нас ничего это не доступно у нас даже нет нормальных инструментов мы сначала собираем просто воду потому что нужно ее обязательно собрать так тарелка воды как это не странно звучит но тем не менее мне приходится вот коллекционировать эту воду это одно из главных правил так вот часть хотя бы выгружу чтобы не так тяжело было а то я тут набрал а он так что он там это так ему скучно персонажу скучно сейчас мы пойдем в любом случае развлекаться еще кстати июль это не очень хорошо потому что тут очень жарко а галушон бегать по улицам с зараженными с зараженными зомби ну как то не очень здорово потому что они все таки нас могут и пробить и защита минимальная так все им очень тяжело уже и главное скучно очень здесь есть такой параметр скучающий герой главный персонаж нужно развлекать и одно из развлечений кстати для него это уничтожение зомби поэтому в принципе не сложно здесь развлечься на самом деле я не знаю точно насколько это все влияет это вот настроение его на игру вроде плохое настроение всегда у персонажа вызывает какие-то болезненные чувства здесь то есть он начинает страдать тем что плохо себя чувствует что ли ну то есть как бы они вроде он не плохо себя чувствует а ему кажется ну то есть вот такое подавленное депрессивное состояние ну и поэтому надо и как то его развлекать поэтому и мы сейчас я думаю наденем свитер все таки а кстати да друзья пока я еще не ушел мне нужно кое-что здесь переложить ой тут много что лишнего у меня накопилось да я просто в рюкзак все сложил а так бы пошел бы совсем не налегке почему мне надо идти налегке да потому что лутать надо лутать по первому времени всегда тут надо собирать все вот видите приходится ждать пока персонаж все переложит из контейнера в контейнер два молотка кстати неплохо пока мы будем обходиться битами я думаю молоток хорошая вещь хорошо покроит черепа но у него короткая ручка соответственно не такой эффективный так все здесь с этим закончили здесь у нас что книжки 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 не сходили только на молоток кстати друзья сразу хочу убрать в одно местечко вот тут бегом сейчас перемещусь я зря его сюда положил сразу положу к себе а теперь положу это в коморку вот в это вот хранилище тут будет и молоток на инструменты кстати с помощью гвоздей и молотка можно вполне неплохую биту с гвоздями сделать но есть недостаток а именно то что такая бита подвержена разрушению сильнее чем обычная бита так вроде там никого не видно так посмотрим что здесь у нас здесь вроде тоже никого не видно я просто проверяю здание дом вернее в котором нахожусь так интересно а а как здорово то окажется тут кто-то рычит рядом а вот интересная вещь вот это вот cotton balls и tweezers set пинцет чем интересно то тем что например если вы будете ломиться через разбитое стекло вы можете пораниться и вам попадут стекло под кожу а пинцет поможет вам вытащить это все дело так кстати никого тут нет случайно вытащить из из раны из раны так вот это я одену я нажал один жилет сниму свитер так далее что а совсем чуть не забыл мне нужно изготовить перевязочные средства для этого я возьму допустим юбку но юбку я не ношу поэтому сколько их там пять штук давайте одну разорвем на колочки до 8 у нас получилось 8 кусков ткани поэтому мы так мы оставляем их у себя как бы в кармане для того чтобы постоянно было под рукой если что вдруг понадобится перевязаться и что здесь нахожу я нахожу здесь кстати между прочим обычную туристическую сумку теперь мне надо сравнить ее характеристики с рюкзаком потому что возможно она окажется лучше а именно у нее вес 0,5 вместимость 20 и снижение веса 70 соответственно давайте посмотрим что с рюкзаком и оказывается что она гораздо эффективнее чем рюкзак поэтому мы снимаем рюкзак на спину одеваем сумку так это мы возьмем в руку так и отсюда мы переложим все вот это добро в эту сумку кстати сумку можно носить в руках ну так же как рюкзак только это просто неудобно пока я не буду никакой рюкзак с собой носить лишний раз поэтому просто мы все я готов вроде здесь больше ничего особенного нет а вот комната есть какая-то еще да да есть еще одна сумка CD плеер да много чего я пока не хочу сейчас с этим заморачиваться будет время когда там ночь или что-то поэтому сейчас я просто хочу сделать следующее так забыл взять битву точно важно в две руки теперь аккуратненько проходим сюда давайте и на цыпочках проходим из дома так ну меня спалили а нет он так как-то дернулся о видите опасность и игрок сразу как бы ожил опа ты пошел с этим другом разобрались а это кто тут еще тоже ну давайте теперь пройдемся по окрестности посмотрим что здесь у нас рядом разведка нам необходимо конечно так еще один зомбарь ну поскольку это начало эпидемии я так понимаю что они маленьком количестве поэтому будем пользоваться этим случаем и зачищать возможности местность от них давайте вот соседний дом сходим посмотрим что там вот барбекю кстати между прочим на ней можно что-нибудь пожарить насколько я понимаю скорее всего у этого дома двери все закрыты поэтому я думаю что лучший способ попытаться проникнуть через окно и удача вот окно сейчас открылось моментально это говорит о том что что оно не было закрыто мы здесь находим книжный шкаф это все понятно так посмотрим что здесь у нас здесь вода персонаж захотел кушать мы хотим кушать кушать что здесь о и я вот это вот все заберу почему это это кладовочка а в ней стройматериалы и плюс ко всему еще есть семена для всех растений ведро вот например доска из которой я смогу сделать что-то хорошо откроем дверь и закроем это чтобы просто открыть ее так закроем пока шторы шторы надо закрывать иначе они нам плохую службу сыграют здесь какой-то мертвичина опять же в первую очередь собираем еду так вот тут кстати небольшой запас еды я смотрю и контейнеров для всего так сухой сухая лапша здорово пригодится все кстати мешки с мусором тоже пригодятся отлично молоток я смотрю очень много лута очень много лута я так понимаю что это связано как то вот с тем что мы только начали играть и собственно говоря это вот первая вот эта вот миссия она упрощенная она упрощенная потому что я помню когда играл в эту игру ну были проблемы конечно особенно с едой готовы вот не так как сейчас сейчас вот ты можешь сказать много всего швабра швабра у меня не было посмотрим так вот это кстати скалка очень хороша тоже и можно бить сахар так таймер еще конечно нужно здесь знать этот рецепты рецепты для крафта вот вот я на самом деле не очень сейчас уже помню их давно играл часть мне придется все таки даже посмотреть там в интернете наверное что то как так все что ли да похоже я набил битком карманы так но тем не менее я сам должен все упереть себе домой там придется раскладывать все я не знаю куда так возьмем еще ступку с пестиком кстати вот мешок для мусора еду собачью брать не буду кофе можно взять потому что толку от нее нет так это мы закроем закрыть что если мы попьем ему не станет легче ладно не стало очень много консервированной еды я смотрю да ну вообще вот очень много еды сейчас конечно загружусь битком я еще холодильник не смотрел еще один шкаф там остался но тем не менее в общем да как я предполагал мы сюда не одну ходку сделаем в этот дом холодильники что да много чего поэтому ну что ж давайте тогда попробуем вернуться сейчас тем же путем как вошли так и направимся в сторону нашего дома я просто делаю первичные запасы поэтому здесь пока я осматриваюсь нужно конечно собирать все подряд хотя такое впечатление складывается что ну очень много лута сразу что я сделаю здесь сразу залью водой все что только можно хотя я не уверен нас когда отключат воду потому что ее отключают случайным образом и собственно бывает ее месяцами не отключают вот а бывает отключают сразу поэтому как бы здесь трудно предположить что-либо давайте наполним сразу емкости все жидкостью жалко нет конечно функции наполнить все что не стоять не кликать но приходится это делать вот и ничего удивительного пока есть свет работает холодильник мы можем вполне использовать продукты быстро портящиеся потому что они нормально сохраняются но вот когда отключат свет то конечно начнутся проблему поскольку все начинает сразу порцию ну так сказать кроме консервов потому что консервы они само собой законсервированные все с ними в порядке всегда и так а теперь мы сюда переложим все наши запасы воды которые мы собрали а нам любезно сообщают что мы заполнили весь объем объем шкафа и вода сюда больше ну то есть в этот контейнер особо ничего больше не лезет на самом деле не очень хорошо для нас самое удивительно что не лезет кастрюли с водой ну тогда давайте наверное пока все свалим туда куда кладется а потом будем разбираться там этими ночами холодными долгими видите какое количество приходится собирать давай давай выгружай так вот все почему это вообще таскаю в этот дом да но это как бы начальная база у меня и я обычно думал что будет все плохо а тут просто не знаю какой-то рай на земле прям получается потому что все есть кстати да вот он захотел покушать и у нас же наверное газ еще ведь да и газ вот и мы можем готовить в принципе из ингредиентов разные блюда ну для начала давайте съедим вот яблок в принципе может быть ему этого даже и хватит ну действительно ему это хватило так время у нас двадцать десять пройдемся по окрестностям посмотрим что здесь у нас рядом с потемнением соответственно враг нас видит хуже гораздо то есть здесь работает ночной стелс полноценный что в принципе о кстати я по-моему забыл да я забыл выложить из сумки все ну ладно пока сюда дойдем а вот рис есть какой-то здесь еще почему бы нет так по идее мне нужны даже полотенца зачем полотенца спросите за тем что при попадании под дождь когда намокает персонаж он начинает остывать вот соответственно очень желательно во время намокания спрятаться от дождя и вытереть себя полотенцем ну собственно говоря ничего нового я вам конечно не рассказал но в играх такое наверное редкость все таки соберем кое-какое барахлишко опять вот кстати очень важный элемент мусорный мешок почему да потому что с помощью мусорного мешка можно сделать кое-какие полезные вещи а именно например сборщик воды он необходим при конструировании так опять мы там перегрузились все ну ничего сейчас еще из этого собираем все продукты думаю может хватит нас сил ой 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 тяжело ему очень тяжело давайте и заморозку тогда еще тоже заберем отсюда ага еле идет ну что ж ничего пока у нас стемнело по моему да где выход то вот не не стемнело это просто здесь так темно видно видно что пока свет есть у нас фонари светят значит электричеством мы еще снабжаемся ну значит не все потеряно не наш процесс выживания только начался и сколько минут еды то так чипс сюда не надо свежие все суды не не понял а ой извиняюсь я не туда посмотрел вот дуралей так свежий брокколи хотелось холодильника в холодильник положить ну бывает свежие продукты желательно конечно сразу убирать в холодильник кстати вот мороженое по моему его надо в морозилку да мясо вот вот все мясо можно спокойно складывать в морозилку а вот всякие обычные продукты конечно просто в холодильник хотя надо сказать что я первый раз вот вижу морозилку потому что когда я игрался в эту игру то их еще не было были только холодильники так все что я переместил такое скрапортишься ну да остальное наверно просто этот всякие другие продукты пока сюда все свалим ой да тут придется тайна разбираться с этим прилично ну для этого время навалом видите все приходится скидывать так и сразу же мы наберем воды так кастрюлька еще кастрюлька я боюсь что просто мне придется складывать под воду вернее воду в множество шкафов не в один как и там до этого было вот ну собственно на этом друзья я вам показал такой базовый пример начального собирания лута и давайте на этом закончим с вами был григорий это был project замбойт и до новых встреч спасибо за внимание пока пока